Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Том 12, вопрос 2657. Как прошли ваши первые полгода в качестве главы Русской Старообрядческой Церкви? Ответ. Жатвы много, а делателей мало. Эти слова Спасителя можно применить к сегодняшнему состоянию нашей Церкви. Поэтому главное внимание приходится уделять поиску, подготовке и рукоположению достойных людей. Кроме того, приходится решать широкий круг вопросов как частного, так и епархиального, регионального и даже международного значения. Очень много приходится ездить по епархиям, приходам, знакомиться с обстановкой на местах. Признаюсь, что ощущаю на себе пристальное внимание христиан и некоторые части российской общественности. Старообрядцы ожидают от меня конкретных решений, перемен к лучшему. Люди внешне хотят понять, способно ли старообрядчество сыграть позитивную роль в жизни современного общества и способно ли оно возродиться. Эти ожидания придают сил, побуждают к действиям и, конечно, налагают большую ответственность. Правда, о каких-то достигнутых за полгода результатах говорить пока слишком рано. Да и не мне подводить такие итоги. Комментарий Игнатия Латкина. Каких достойных? По каким признакам Андриан ищет претендентов на поповскую должность? По тем ли критериям, как и апостол Павел или по старообрядческой шкале? Нетрудно догадаться, найдет ли последователей евангельской веры или не найдет. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. 2 Тимофея 2.15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Иеремия 23.28. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь? 1 Тимофея 5.22. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Чтобы найти достойных кандидатов, нужно начать их готовить. И только года через три будут первые плоды. А пока плакать, что до такого крайне бедственного положения довели истинное старообрядчество, дышащее на ладан 350 лет. Сегодня это образование больше похоже на мертвое море или болото. Куда не попадает живая евангельская струя уже 350 лет. А вернее полторы тысячи лет. Иезекииль 37.3. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, господи боже, ты знаешь это. Псалом 118.50 стих. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Казалось, что все сказано, пропето, до донышка исчерпан мой ресурс, начитана последняя кассета, восхвален на компакте, восхвален на компакт диске мой Иисус. Но утром на молитве ощущаю. В сосуде вновь на донышке водится. Обеды готовлю, закипает чайник. Желающих прошу за стол садиться. С благословением преломляем слово. Шуршат страницы, шелестит бумага. Что беден я, конечно же, условно. Двенадцать коробов томов из-под знаменья взмаха. Такое чудо уже сорок лет. Незачертвелые краюшки разделяю. Нам главное идти бы точно вслед за Иисусом по своей делянке. Сад ботанический воскликнет побывавший. Здесь не червивое сектантское гнилье. Не пруд заплесневелый, то есть патриарший. Привратник жаждущим такое же нальет. Наш водоем – нержавая посуда. В старобрячестве застывшие моленья. Прожектор Библии разоблачит Иуду и вызволит попавшихся из плена. Приумножение хлеба столь обидно, что ломятся столы и полки на складах. Наш сноб не раз усердно молотили. До зернышка на стол, другим не голодать. Пустыню орошаем повсеместно. С водою чистою ходили по домам. Не зря так тщательно промешивали тесто. Пекли целебное в двенадцати томах. Дом хлеба Вифлеем, где Иегова в купальне, что ни день вода вскипает. Где послушание справа, там удачно ловят. До сытости едят не иноческой пайкой. 8 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин.